И я даю слово представителям Федерации России. И декларации постсовета ОБСЕ о сотрудничестве с ООН от 2006 года. Исходим из того, что эта региональная организация должна дополнять глобальные усилия на европейском континенте. Надеемся, что действующее албанское председательство ОБСЕ будет четко следовать мандату, играть роль честного брокера в достижении консенсуса и продвижении коллективных интересов и приоритетов государств, участников организации. Придерживаться нейтральных подходов. Что касается практического взаимодействия двух организаций, то оно имеет довольно широкий охват, но при этом оставляет пространство для дальнейшего укрепления сотрудничества. Так, в ОБСЕ сохраняется значительный потенциал в сфере борьбы с транснациональными угрозами, в том числе с иностранными террористами-боевиками, финансированием терроризма и распространением экстремистской идеологии. На треке противодействия терроризму необходимо твердо придерживаться ориентиров международного сообщества, вырабатываемых Советом безопасности ООН. Считаем, что продвигать на этом направлении неконсенсусные инициативы, например, концепцию противодействия насильственному экстремизму, что пытаются делать некоторые страны-члены ОБСЕ, значит двигаться в неверном направлении. Поддерживаем планы управления ООН по контртерроризму и ОБСЕ организовать 11-12 февраля в Вене конференцию по проблематике возвращения иностранных террористов-боевиков. Рассчитываем на ее успешное проведение. Давно назрела необходимость вывести на качественно более высокий уровень работу ОБСЕ по борьбе с наркоугрозой. Приветствуем планы действующего председательства организовать традиционную антинаркотическую конференцию. В прошедшем году новый импульс получила работу ОБСЕ по безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Надеемся на сохранение конструктивного настроя при рассмотрении данного вопроса. Приоритетом должно быть обеспечение непрерывности переговоров по международной информационной безопасности под эгидой ООН с прицелом на выработку универсальных договоренностей о правилах ответственного поведения в информационном пространстве. Такие правила должны закреплять равные права для всех государств на участие в управлении интернетом. Господин председатель, в эпоху сохраняющейся глобальной тенденции утраты взаимного доверия на региональных организациях, в том числе на ОБСЕ, лежит особая миссия – восстановление атмосферы взаимопонимания для разрешения кризисных ситуаций в своих регионах. И главным критерием эффективности здесь, конечно, является содействие в урегулировании конфликтов. Со своей стороны также стремимся оказывать всяческую помощь усилиям в рамках ОБСЕ. В качестве сопредседателя активно поддерживаем работу Минской группы по Нагорно-Карабахскому регулированию. Работаем над сближением позиций сторон Приднестровского регулирования. Положительно оцениваем взаимодействие ООН и ОБСЕ на Балканах, а также сопредседательство двух организаций на женевских дискуссиях по стабилизации в Закавказье. Разумеется, говоря о страновых ситуациях на повестке дня ОБСЕ, невозможно обойти стороной внутриукраинский кризис. ОБСЕ играет весьма позитивную роль в его урегулировании, безальтернативной основой которого является Минский комплекс мер. Этот основополагающий документ, одобренный резолюцией СБ-2202, предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганством, для ведения которого была сформирована контактная группа. Ключевую роль в содействии со стороны ОБСЕ играет специальная мониторинговая миссия. Поддерживаем ее работу. Миссия должна максимально полно и объективно докладывать о ситуации, в том числе жертвах среди мирного населения, разрушении гражданской инфраструктуры, напрямую контактировать с местными властями в Донбассе. Призываем действующее председательство ОБСЕ обеспечить опубликование тематических докладов СММ о жертвах конфликта в Донбассе из числа мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры за весь период конфликта. К сожалению, несмотря на существенные дипломатические усилия, до разрешения кризиса на Украине еще далеко. В этом контексте призываем самым решительным и беспристрастным образом реагировать на регулярно звучащие из Киева заявления о желании пересмотреть Минские соглашения, которым, кстати, 12 февраля исполняется ровно 5 лет. Свою полную поддержку этого документа Совет Безопасности, как я уже упомянул, закрепил в резолюции 2202 и подтвердил в заявлении председательства от 6 июня 2018 года. Примеров в такой ревизионистской линии Киева множество. Достаточно процитировать слова представителей Украины в политической подгруппе контактной группы Резникова, который в одном из интервью 23 января сказал о том, что позиция президента Зеленского остается неизменной и сводится к тому, что Минские соглашения как минимум частично подлежат пересмотру. Интересно было бы узнать мнение наших немецких и французских коллег, как согласуются подобные предложения с их видением перспектив украинского регулирования. И когда они наконец перестанут отрицать очевидное? За прошедшие пять лет ни одно политическое обязательство Киев так и не выполнил, уходя под любыми предлогами от диалога со своими же гражданами и последовательно прикрываясь мнимой российской агрессии, доказательств которой так пока никто и не смог представить. К сожалению, из выступления ряда наших коллег, в частности по спредо Германии, мы можем сделать вывод о том, что этим беспочвенным страшилкам они по-прежнему готовы подпевать. Даже несмотря на то, что их опроверг в этом зале и в вашем присутствии, уважаемый Кристоф. Не кто-нибудь, а сам бывший глава СММ ОБСЕ Апакан. В целом, как мы видим из выступлений наших западных коллег, Минские соглашения по-прежнему никто из вас не читал и читать не собирается. Чувствуется, что вам гораздо выгоднее упрямо представлять Россию в качестве стороны конфликта, вопреки фактам и здравому смыслу, подыгрывая при этом попыткам киевских властей уйти от ответственности. Таким образом, вы выдаёте им своего рода карт-бланш на любые дискриминационные действия против своих же русскоязычных граждан. Кстати сказать, из высказываний наших некоторых коллег, фантазировавших насчёт нарушений прав человека в Крыму, может сложиться впечатление, что этот воссоединившийся с Россией регион закрыт, и в него никого не пускают. Это, разумеется, лишь фантазия. Крым открыт для любых посещений, осуществляемых в соответствии с законодательством России. Это вам подтвердят и туристы, которых в этом году в Крыму побывало около 7 миллионов. Так что, госпожа Пирс, хватит фантазировать, приезжайте и посмотрите на жизнь крымчан сами. Господин председатель, несмотря на противоречивые сигналы от команды Зеленского, хочется верить, чтобы с приходом новой администрации в Киеве, наконец, поймут очевидное. Какого-либо урегулирования на высокие страны невозможно достичь без прямого участия населения этих регионов. Здесь в ООН это называется инклюзивностью. Руководствуясь этим принципом, мы призываем к диалогу противоборствующих сторон различных внутренних конфликтов от Афганистана до Сирии и Йемена, от Кипра до Колумбии и Венесуэлы. И лишь населению Донбасса отказывается в этом очевидном праве. Хочется верить, что ВОБСЕ понимают всю абсурдность и тупиковость подобной ситуации. Надеемся, что новое украинское руководство осознает пагубность продвижения конфронтационных инициатив, раскалывающих общество, ущемляющих языковые, образовательные, религиозные и культурные права русскоязычного населения и других национальных меньшинств. Ведь киевским властям необходимо делать ровно обратное. Пытаться вновь завоевать доверие людей, над интересами и жизненными убеждениями которых надругались авторы антиконституционного майданного переворота. Задача ВОБСЕ – всячески помогать этому судьбоносному для будущего Украины процессу. Ни в коем случае не потакая недальновидным и губительным националистическим рецидивам, все еще пронзающим украинское общество словно раковая опухоль. Господин председатель, считаем, что ВОБСЕ может и должна сыграть заметную роль для становления многосторонности в качестве системы, образующей основу международных отношений, опирающихся на международное право. Всемирно способствовать строительству системы равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности. Именно поэтому мы заинтересованы в укреплении роли и авторитеты этой организации, развитии ее сотрудничества с ООН, резервы которого далеко не исчерпаны. Рассчитываем, что и албанское председательство внесет свой вклад в этот процесс. Благодарю вас.